Доброго времени суток, дамы и господа! Игрушек в нашей замечательной с вами игре очень много, около девяти сотен. Некоторые доступные, некоторые недоступные, по типу различных знамён за MDI, но, само собой, очень можно много игрушек пролутать. Очень много имеется камней возвращения. Какие-то с праздников, какие-то за покупки дорогих изданий, по типу Dragonflight или The War Vizin. Получается-то так, что у меня собраны почти все, и примерно в среду или в четверг был вопрос от зрителя на стриме «Покажи свои камни возвращения, расскажи, какое, откуда». Да, мы начали рассуждать, я говорю, что вот он, камень возвращения просветлённых, игрушка, непонятно, откуда её лутать. В общем, время покажет, когда-нибудь мы её получим. И относительно недавно, а именно несколько десятков часов назад, была опубликована статья с полным гайдом о том, как пролутать этот камень возвращения просветлённых. С целью того, чтобы пролутать, нам для начала нужно попасть в Зерит Мортис. Будучи инженером, я, конечно, могу использовать сразу же генератор червоточин и перенестись, но в рамках видосика я всё-таки прилечу туда. Смотрите, как оживился Орибос. Не я один бегу делать эту игрушку, не я один. Вот мы уже и в локации, по факту быстро попадаем в неё. Для того, чтобы получить камень возвращения, нам потребуется сфера возвышенных размышлений. Это ещё одна игрушка, которую мы вылутываем с припасов просветлённых. А припасы просветлённых — это парагон-сундучок, насколько я правильно помню. Найти бы сейчас эту фракцию. Да, да, абсолютно верно. Припасы просветлённых брокеров — оттуда мы вылутываем сферу возвышенных размышлений. И если у нас имеется эта сфера, то мы летим в самый центр локации. В центре локации у нас находятся небольшие шпили, на которые мы должны встать. Потребуется нам шесть игроков, то есть шесть суммарно человек должны быть с этой сферой. Для того, чтобы не ожидать игроков, которые сядут на эти шпили, проюзают сферу возвышенных размышлений, можно заджойниться в группу, как вариант. Заджойнимся и посмотрим, что нас там ждёт. Наконец-то инвайт получен. Только проблема в том, что у меня кд на игрушку, так-то я бы мог помочь, а в итоге я сижу тут вместе с другим человечком. Окей, пусть он сидит дальше. В каждой метке должно быть по человечку, который юзнул игрушку. И вроде бы во всех метках абсолютно всё есть, поэтому летим в указанную точку. Тут появится портал, и этот портал мы будем юзать с целью того, чтобы получить камень возвращения. Начинается использование сфер по отсчёту. И, похоже, сейчас мы увидим портал. Портал должен появиться рядом с крестиком. Большая белая сфера. Да, вот и она. Также в чате появляется сообщение портал мыслителя открывается. И теперь раз в 5 секунд можно использовать этот большой шарик. Наконец-то накликал, и портал пропал. Судя по всему, портал пропадает только тогда, когда все, кто юзал сферу, пролутывают камень возвращения. То есть, в теории, наверное, я должен был вообще последним это подлутывать. Не знаю, совпадение или случайность. Не знаю, не знаю. Но окей. В любом случае, камень возвращения получен. Если нужно будет, то могу когда-нибудь кому-нибудь помочь. Давайте юзнем этот камень возвращения, посмотрим на его прелестную анимацию. Хотя и так её было видно в моменте того, пока я кликал всё это. Вот. Красивый, конечно, камень возвращения. И портал, судя по всему, пропадает после получения игрушки. То есть, у остальных людей он остался. Так что, я никому не помешал. Всё замечательно, всё отлично. Игрушка получена. На этом всё. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.